приветствую вас друзья в последнее время достаточно много людей интересуется иконописи а некоторые даже интересуется возможностью дистанционного обучения и вот пока еще не имея площадки для организации обучения мне показалось целесообразным сделать одно видео полноценное с комментариями написание иконы на примере мученицы и ларии римской в этом видео будут показаны главные этапы написания то есть раскрытие работа со складками и также как пример написание личного также это видео будет сопровождаться комментариями замеса колера то есть я буду рассказывать какие я беру пигменты для замеса того или иного цвета ну что же друзьям приступим передо мной находится икона мученицы и ларии она вся вызолочена и я начинаю раскрывать красную одежду для этого я беру кисть насколько мне помнится правда я это давно делал насколько мне помнится это тройка по величине синтетика возможно белка но во всяком случае я работаю кланком и белкой для замеса этого цвета я беру алый цвет тут вот сносочка такая в конце видео я предлагаю посмотреть вам таблицу какой цвет фирмы соотносится с цветом упоминаемым мной и так алым чистым алым я просто взял вот густую такую яичную эмульсию и раскрыл заложил первый цвет и таким образом у меня получилось такая вот заложен такой вот первый мазистый такой слой дальше то же самое я делаю с охрой санкирной и раскрываю личное и ручки дальше ультрамарин немножко черного совсем капельку белого и получается чипец и ну все все вот синие кусочки одежды также я делаю под ассистный то есть там где будет ассист лучики это я делаю за счет пигментов охры красной кадмия светлого и немножко зеленоватого оттенка там кобальта возможно зеленого и получается вот такой вот цвет интересный золотистый дальше естественно так как у меня не получается это все сделать раскрыть так как но задача раскрытия у нас в чем заключается в том чтобы максимум уменьшить светоносности левкаса то чтобы левкас не светился есть такое выражение не светился из-под слоев и соответственно я добираю несколько слоев в красный алый цвет я еще добавляю маленькую часть совсем крохотная белила титановая и их наличие но как бы напускает такую некую дымку и делает нанесение слоя последующего более равномерным что хорошо для задачи перекрытия светоносности левкаса такие же самые манипуляции сохраняя все рецепты то есть ультрамарин плюс черный плюс чуть-чуть белила и работаю с синей тканью повторяем то же самое охра красная плюс кадми светлый плюс чуть-чуть белила совсем там буквально 1-2 процента не более как бы на кончик ворса кисти что может у нас поместиться добавляем и работаем с золотистыми участками то же самое с личным то есть повторяем охра охра санкирная немножко охры светлый капелька совсем 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 процент буквально белил титановых следует заметить то что если я первый слой раскрываю кистью синтетической что дает круглой круглой синтетической и там в основном тройка четверка то такой прием дает возможность первый слой поле в кассу с жирной достаточно эмульсии сделать такими мазистыми мазистую подкладку и последующие слоя второй третий когда я добираю роскрыш что делаю ее с помощью кисти беличей и так как белка она более пушистая и мягкая то такими широкими мазками ею можно добиться более равномерного распределения пигмента по всей поверхности дальше мы смотрим на разделку одежд касательно первого света на одежде то я его замешиваю таким сереньким цветом там в основном идет сочетание белил плюс черный иногда очень редко какой-то процент 2 возможно там три ультрамарина ну совсем как бы по ощущению на кончик кисти и как вы можете видеть сам первый слой когда свет первый я наношу по алой роскрыши то он кажется достаточно светлым но на самом деле вы можете проследить отмотав назад это видео что когда насыщенную краску белую я наношу то она вроде как бы такая контрастная и очень светлая со временем когда немножко проходит времени в ускоренном режиме здесь отлично это заметно то белила титановые немножко садятся и сам слой он более так успокаивается дальше в ту же практически в ту же самую смесь я еще более добавляем белил невозможно еще какой-то оттенок чтобы он немножко отличался от первого слоя возможно капельку черного или там березовый уголь таким образом второй свет он выгодно по цвету отличается от первого света сейчас мы видим еще равномерное перекрытие санкиря по всей иконе вот и можно видеть со временем как садятся пигменты сейчас идет работа над описью красных одежд то есть замес у меня тот же алый цвет плюс немножко черного дабы по тону выделить притинок описи вот и следует заметить что если роскрыш я делаю с густой яичной эмульсией то есть максимум эмульсии минимум воды то с светом описью и притинками там совсем другая история то есть эмульсии уже немножко меньше больше воды и таким образом такой элисировочной техникой можно контролировать ну как бы не боясь испортить общий вид общий итог работы где еще не хватает там я добавляю немножко черного и немножко более контрастно выделяю участки которые в этом нуждаются сейчас тут же самую опись просто я в нее немножко больше добавил воды и у меня получился цвет для притинок за счет еще большей как бы прозрачности они со временем немножко пропадают угасают и получается как бы такой не в полную силу опись что в результате дает такой плавный переход и то есть читается как опись так и перетинка так и роскрыш одежды следует заметить что за основу подражания взято изображение иконы святой великомученицы марины антиохийской которая находится в музее города афин музей так и называется византийский византийский музей как видно икона написано в технике 14 века сейчас я работаю над синими участками одежды и они мне не понравились поначалу так как они были достаточно темными я взял чистый ультрамарин и достаточно лисировочными такими жидкими слоями если можно выразиться так усинил их немножко и дальше дал немножко белил титановых с ультрамарином капельку буквально черного чтобы они не были сильно яркими и поработал с светлым с первым светом на синих участках сейчас мы видим работу над личным для первого света на личном я взял охру светлую и кажется охру красную совсем чуть-чуть то есть я делаю как бы такой свет вернее сейчас как бы идет лепка пластическая такая лепка формы лика вот и я закладываю самые главные участки все делаю по ощущению без рисунка без прорези сейчас умброй натуральной наметил лисировочно бровки и зрачки глаз где не хватает умбра плюс санкирная охра еще добавил как бы по силуэту лика и немножко утемняю за счет умбры и немножко черного участки бров и зрачков а дальше чистым черным я прорисовал зрачки которые сразу выделились на как вы смогли заметить сейчас больше уточняю все вот акцентные такие моменты подвожу носик сейчас высветляю еще более участки личного охра светлая плюс желтая земля плюс белила титановая и лисировочно все лисировочно так как лично это самый ответственный участок в иконе и здесь главное не переборщить с каким-то цветом поэтому лучше лисировочно несколько слоев дать чем один раз и не в ту сторону впоследствии надо будет прибегать к счищению красочного слоя в целом что приведет к нецелесообразному использованию вашего времени дальше я наметил такие движки но это не конечно еще результат они служат такой своеобразной подложкой дальше я взял светлую чистую охру с эмульсией и прошелся по всему лику таким приемом я смягчил все переходы конечно старался не касаться темных то есть глазок бровей дальше охра светлая плюс та же земля желтая плюс белила титановая и еще раз и светлые участки и высветляю то есть делаю более мягкими переходы от светлого тона к темному конечно белил титановых есть такое свойство садится и если не хватает то я еще делаю более светлым тон и прохожусь заново дабы усилить это светлые участки дальше сделал замес и избелил титановых и прошелся по местам где ранее я намечал движки и сейчас я их более усилил подвел белки под зрачками таким образом такой прием дает возможность более убедительным сделать взгляд святой далее за счет черного цвета усиливаю на бровках и на зрачках и века чтобы они больше читались сейчас так немножко с красным работаю тот же алый цвет я взял с белилами тут его к сожалению очень слабо заметно и очень очень лисировочно вот прохожусь по румянам губки в общем все красные участки где рефлексные моменты то я наношу вот этот лисировочный алый цвет к сожалению здесь не будет указана работа над мелочами имеется ввиду асистные работы по золотому фону на личном с другой стороны в противовес красному рефлексу делаю рефлексы холодные за счет сочетания кобальта зеленого белил немножко охры как бы такой прохладный зеленоватый оттенок получается и таким образом лик становится еще более объемным еще более интересными таким более живым усиливаю акцент на чистым белилом титаном движки где это необходимо не все моменты допустим под правым глазиком святой буквально последние две черточки как бы чистыми такими делаю точки но вот дорогие друзья можно подвести итоги данного урока и сказать что мы сегодня немножко разобрались с вами с работой над одеждой и личным по одежде мы с вами научились как раскрыть пятно под ткань видели как себя ведут пигменты по строению света первого и второго также увидели как делать описи с притинками и достаточно много времени уделили на работу с личным конечно за такое короткое время очень много чего не успевается сказать конечно лучше всего практиковать это нет дистанционно стационарно для того чтобы более лучше понять и почувствовать как себя ведут краски как себя ведут пигменты конечно надо работать и со временем это чувство приобретается на этом я буду завершать данный урок и друзья если вам понравилось пожалуйста как-то отметьте или поставьте лайк или напишите какой-то комментарий возможно можно было это видео сделать еще лучше выскажите пожалуйста ваше соображение если вам интересно дистанционное обучение то выходите со мной на связь будем собирать группу и будем как-то думать над тем чтобы проводить такое обучение на этом все всего доброго благодарю вас за внимание и пока пока удачи! а Продолжение следует...